Всем привет! Сегодня делаем быстрый тест номер 3, уровень Intermediate, книга English File. Начинаем, как обычно, с грамматики. Погнали! Первое. Tick A, B, or C to complete the sentences. Nothing uses it. Пользуется the computer more, do. More than me, do. More than I, do. More or I do. Если бы не было do, правильный бы ответ был more than me, больше чем я. Но, так как у нас есть do, мне нужно сказать more than I, потому что я I не могу использовать просто без do. More than I, я не могу сказать. Nothing uses the computer more than I. Нужно сказать обязательно more than I do. Если бы у вас приложение было с глаголом быть, she is happier than I, тогда нужно дописать еще M. She is happier than I am, или she is happier than me. Okay, so that's the fantastic dress. Fantastic dress or a fantastic dress. Where did you get it? Это просто фантастическое платье. Где ты его купил? Опять глагол get. Опять мой любимый глагол get. Get получать. Доставать. Становиться. Где ты его достал? Where did you get it? Where did you get it? У вас did, поэтому get будет без любой грамматической нагрузки в нулевой форме. That's a fantastic dress. A fantastic dress. Потому что address. That's a dress. Это фантастическое платье. Address. A fantastic dress. Артикль A. Riding a motorbike is than driving a car. То есть я сравниваю езда на I'm trying to compare two things. Riding a motorbike and driving a car. So riding a motorbike is most dangerous. Most нельзя сказать. The most dangerous, говорят. As dangerous. Если вы говорите as, нужно еще. Сказали а, говорите и б. Еще нужно использовать as. As dangerous as. Но здесь мы сравним. Для сравнения нам нужно сказать more dangerous than. Более опасно, чем more than. Видите, у вас есть more и у вас есть than. More dangerous than что? Чем что? Than driving a car. The teacher told me. Учитель мне сказал. Видите? Tell me, tell him, tell her. Здесь to нельзя использовать. Обязательно нужно сказать me. Нельзя сказать просто the teacher told to close. Нужно обязательно здесь сказать me. The teacher told me to close конкретные двери. Закрыть. Да, не любые двери, а те двери, которые он имеет в виду. Поэтому будет определенный артикль there. The teacher told me to close the door and sit down. Number four. I find it difficulter, more difficult, as difficult to sleep on a bus than on a train. So I compare sleeping on a bus with sleeping on a train, which is more difficult. Что более сложно? То есть я нахожу более сложным спать в автобусе, но они говорят на автобусе on a bus, on a train, on a plane, on a ship. Запоминайте. On a bus, on a plane, on a train, on a ship. Потому что большое количество людей помещается на автобус. Поэтому on a bus, on a train, on a plane, on a ship. Но in a car. Для меня сложнее заснуть в автобусе, чем в поезде. I find it more difficult. Почему more difficult? Потому что difficult – это большое слово. Difficult. Здесь три слога. Поэтому мы не можем дописать. Вот er. Мы можем дописать er, но мы не можем это нормально выговорить. Не нельзя сказать difficult er. Это неправильно. More difficult. More difficult. Когда большие слова, больше, чем два слога, два или больше, будет er добавляться. Не всегда есть еще, например, слова, которые имеют два слога и оканчиваются на y. Будут попадаться, я вам скажу. Let's eat in this restaurant. Давай поедим в этом ресторане. It's less expensive, more cheaper, as expensive than the other one. The other, чем другой one, имеется в виду ресторан. Мы меняем слово restaurant на one, чтобы не повторяться. Вот они любят менять существительное на слово one или once. So let's eat in this restaurant. It's less expensive. Подходит. More cheaper, казалось бы, подходит. Более дешевле он, чем другой. Но что здесь не подходит? It's cheaper. Мы добавляем er. И мы не нуждаемся в more, потому что это маленькое слово. Cheap мы добавили er. Это будет cheaper, дешевле. Но more cheaper, это лишнее more здесь. Поэтому я выбираю правильный ответ. Less expensive, менее дорогой. Не более дешевый, а менее дорогой. Потому что expensive большое слово. Мне нужно использовать с большими словами, с большими adjectives, с прилагательными. More или less. More expensive, less expensive. Like more difficult, less difficult. More important, less important. Не забывайте. Все, практически все знают, что more это больше, да. Больше, more. Но мало, ну не все. И знают less. Less это меньше. Less меньше. Less expensive. I'd like to go to the university, a university, a university after I finish secondary school. I'd like to go to... Я бы хотел поступить в университет. I'd like to go to university. Здесь нельзя никакой артикль ставить, потому что вы, в принципе, не говорите о конкретном университете. Или каком-то... I'd like to go to university, university. Не, не a university. I'd like to go to university. His latest film isn't as good then, as good as, better. Его последний фильм не такой хорош, как последний. The last one. Последний one мы меняем слово фильм на слово one. One имеется в виду фильм. Последний фильм. That he made. That мы здесь опустили. Просто, видите, пишем he made. Чем тот последний, который он сделал, он создал. So his latest film isn't as good as. Не такой хорош. Isn't as good as. Number eight. In most countries, мотоциклисты have to wear... В большинстве стран мотоциклисты обязаны носить. Have to wear the helmets. A helmets. A никогда не используется с множественным числом. Откидаем. To wear helmets now. Helmets имеется в виду вообще. Вообще. In general. В общем понимании этого слова. Поэтому никакой артикль здесь я не ставлю, потому что это множественное число. Это первое. Второе. Я не могу определенный артикль the поставить, потому что определенный артикль я ставлю, когда я говорю о чем-то конкретном, то есть о конкретно взятом шлеме. Но здесь нет. Я не говорю конкретно взятые шлема. Я говорю в принципе, что обязаны носить. What's the fastest? What's the most fast? What's the most fastest? Мы выбираем либо же most fast, либо fastest. Нельзя сказать два в одном. Most fastest. Понимаете? Поэтому fast это маленькое слово, поэтому what's the fastest? Не забываем ставить the, когда у вас superlative, самая высшая степень сравнения. Какой самый быстрый way? Way это не только путь, но и способ. Какой самый быстрый способ to get? Опять у нас любимое слово вот это get. Get напоминает вставать, становиться и добираться. To get around, to get around, то есть поколесить. Get around London. То есть какой самый быстрый способ разъезжать по Лондону. Окей, number ten. The best month to visit Paris is August. There is no traffic. Лучший месяц посетить Париж – это август, потому что нет трафика, нет движения. То есть движение не такое неутруднено. So the best – самый лучший, самый лучший. Из всех, то есть вы сравниваете все-все-все месяца и выбираете самый лучший, самый, самый будет всегда the best. Три формы – good, better, the best. Number eleven. I've had an older boss. То есть у меня был старший босс. I've had an older boss. And a younger boss. То есть у меня был босс постарше, и у меня был босс помладше. Younger boss. So the younger boss was much stricter. Strict – это строгий. Дописываем er, и получается более строгий. То есть какой босс? Younger. Тот, что помоложе. Здесь e, и здесь артикль неопределенный n используется, потому что вообще я говорю был босс. А здесь уже имею конкретного босса, о котором я сказал изначально. Поэтому будет the. Правильный ответ будет the. Number twelve. Children usually like sweets. So, well, what are we going to choose here? В принципе, мы говорим о детях, что они любят сладости. Поэтому мы не будем использовать children, потому что у нас множественное число. Мы не будем использовать the, потому что мы не говорим о конкретных вот этих детях, которые там бегают в парке. И они там что-то, я их описываю, что они любят конфеты. Нет, я говорю в принципе о детях, что дети в принципе любят конфеты. Поэтому я использую, выбираю вариант A. То есть я не выбираю никакого артикля. Мне он просто-напросто не нужен. Number thirteen. Your son is the worst, worst, the worst driver I've ever seen. Видите, часто бывает такая комбинация, когда вы используете present perfect и самую высшую степень сравнения. То есть он самый худший из всех водителей, которые я когда-либо видел. Вот I've ever seen, I've ever had, I've ever experienced и так далее. Present perfect дружит с высшей степенью сравнения прилагательных. Вот, понимаете? Поэтому обратите на это внимание. Какие формы здесь? Bad, плохой. Хуже будет worse. А самый хуже мы пишем the и пишем the worst. The worst. Вот так будет. Number fourteen. The journey didn't take as long. У нас есть as. Если у вас есть as, в таких случаях чаще комбинация as, as. Такой как? As interesting as. The journey didn't take as long. То есть путешествие не забрало столько времени, сколько мы планировали, сколько мы думали. As long as we thought. Так долго, как мы думали. Будет as, as. Здесь просто в принципе. B, I think Germany has the best motorways. То есть мне кажется, что Германия имеет самые лучшие motorways, highways. На американском английском, на британском английском будет motorways. Это дороги для автомобилей в мире, не мира, а в мире in the world. In the world. In the world. В мире. Окей. She loves Rome. Она любит. Хлопщик, девчонка, и поэс добавляем букву S. She loves Rome. Она любит Рим, поэтому S она. Present simple. В принципе, любит Рим. It's the more beautiful, the most beautiful, the most beautiful city she's been to. Помните, я говорил вам о связке present perfect, what on present perfect, what on наш любимый present perfect, this has been to. И будет самый лучший город, the most, самый красивый город, the most beautiful city. So here we have the most beautiful city, it's the most beautiful city she's been to. Number 17. There are usually three trains. То есть, there are, есть, существует, имеется. Обычно есть, обычно есть три поезда. Three trains and the hour during the week. So, три поезда, an hour, за час. An иногда означает за, имеет значение за. То есть, например, три поезда за час. Trains and hour during the week. Three trains per hour. За час. Three trains and an hour during the week. Number 18. I think women, мне кажется, женщины are generally, в общем, в принципе, are generally, более, more, more talkative. As, если бы было as, мы бы использовали as, as, такие же talkative, как и мужчины. Но I think women are generally more, более, more than. Видите, связка more и than. Более разговорчивые, чем мужчины. More talkative than man. Смотрите, как пишутся мужчины в множественном числе. Man, вот так пишется. Мужчина один будет man. Number 19. Doesn't your cousin work? Разве твой кузен не работает в качестве архитектора, да? Doesn't your cousin? Разве не? Будет doesn't. И здесь present simple. Present simple мы используем вспомогательный глагол do, либо does. Cousin — это он, поэтому будет doesn't. И это есть глагол work, работать, не глагол be, быть. Поэтому мы не будем isn't your cousin использовать. Doesn't your cousin work as? Здесь не as, good as. Так хорошо, как, а просто в качестве as еще может использоваться перед работой. То есть в качестве архитектора. As an architect. As an architect. Number 20. I never go on Facebook when I am at work. At work. Здесь нельзя никакого артикля ставить. То есть я выбираю вариант C, где никакой артикль не ставится. I never go on Facebook when I am at work. Так, здесь будет вариант C. Так, дальше двигаемся дальше. У нас лексика, vocabulary. Друзья, если вы не подписаны, подпишитесь на канал. Скиньте друзьям это видео. Может кто-то смотрит. Пожалуйста, поделитесь видео. Буду очень благодарен. Vocabulary. Тик A, B, O, C to complete the sentences with compound nouns. Compound nouns это когда вы один берете одно существительное, добавляете второе существительное, и у вас получается отдельное слово, которое имеет значение какое-то. Например, we need to stop at the next petrol. Это бензин station. Это станция. Бензиновая станция, то есть заправка. Вот petrol station это составное существительное. He was late, он опоздал, он был опоздан, как бы, ну, то есть запоздал им. He was late, он был запоздаем. Because of the road, из-за дорожных works, работ, road works, то есть составное существительное. Road, дорога, works, работы. Не из-за road street, дорожной улицы, или road traffic, дорожного трафика, road works. Будет из-за... Стоп, нет, нет, нет. I take it back, I take it back, беру слова свои обратно. Подождите, road works можно сказать, но обычно опаздывает road traffic, дорожный трафик. Правильно? Правильно? Согласны? Если не согласны с чем-то, с моим выбором, пожалуйста, напишите в комментариях, говорите, нет, нет, здесь будет works, здесь будет works. Я не согласна с traffic, то есть давайте я поставлю знак вопроса. Мне кажется, да, traffic лучше, road traffic, дорожный трафик, road works тоже можно сказать, но he was late because of the road works. Он опоздал из-за дорожных работ. Как бы и road traffic не худший вариант, даже лучше, мне кажется. Number two, I try to avoid, я пытаюсь избегать, после avoid используется глагол с окончанием ing, I try to avoid driving, избегать вождение, когда in there, busy hour, rush hour, fast hour. Здесь, да, нужно запомнить rush hour, это час пик, час пик, когда все куда-то спешат. Ответ B, так, хорошо, я опять задумался над первым, посмотрите, все-таки, мне кажется, road works, road traffic. Что-то меня напрягает этот road traffic, если честно, мне кажется, это так просто traffic. Так, зачем, because of the traffic, traffic jam, можно пробкой сказать, ну, или traffic просто говорят, но road traffic, мне кажется, не говорят так. Road works, то есть были дорожные работы, и человек опоздал. Вот, опять же, такие друзья, если не согласны, можете писать свои доводы. Number two, я написал, что это будет rush hour. Number three, excuse me, is there a taxi near here? Taxi rank, это стоянка такси, будет taxi rank называться. Нет, taxi queue, queue это очередь на британском английском, line это очередь на американском английском. Queue, да, странно пишется, queue, пишется, но считается как одна буковка queue, 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 это очередь. Number four, slow down, slow down, the driving limit, the traffic limit, the speed limit, speed limit. Да, лимит скорости есть 40 kilometers per hour. Это будет kilometers per, сколько per, означает за, per hour, то есть an hour. 40 kilometers an hour, 40 kilometers per hour. We arrived late, why? Because there was a terrible traffic. Мы опоздали, мы приехали поздно. Почему? Потому что была ужасная traffic jam, block lights. Traffic jam, это пробка, traffic jam. Запомните слово пробка, traffic jam, traffic jam. Number six, I had to pay 50 euros parking fine fee, fine. Fee это такса, сбор, но это не сбор, если он неправильно пропарковался, да, он должен был, ему нужно было заплатить 50-евровый parking fine, штраф. То есть он заплатил этот 50-евровый parking fine. This area is at pedestrian limit, zone, lane. Lane это для этих bicycles, for bicycles, для великов, но для pedestrians, pedestrian zone, это зона, пешеходная зона, from 10 a.m. to 4 p.m. Number eight, cycling is fantastic. То есть катание на велосипедах, езда на велосипедах, просто фантастическое. Амстердам в Амстердаме. Почему? Because of all the cycle lanes. Вот именно cycle lanes, дорожки для велосипедов. B, tick A, B or C to complete the sentence with phrasal verbs. Too many cyclists go. Слишком много сайклистов-велосипедистов. Go through red traffic rides. То есть они как бы игнорят и проезжают на красный свет. Go through red traffic rides. Вот это нужно запомнить. Видите, go through какая комбинация. Look. Look. Look up. Look out. Look off. There's a car coming the other way. Осторожно, машина в противоположном направлении. Здесь look out. Осторожно будет. Look out. Look out. We have to stop somewhere soon or we will run out of. Run out of. Запомните, пожалуйста, run out of something. Это когда у вас что-то закончится. У нас скоро закончится. Бензин will run out of petrol. Number eleven. I'll pick you. I'll pick you. Я подберу тебя. I'll pick you. I'll pick you over. I'll pick you out. I'll pick you up. Outside the station at ten. Я подберу тебя. Заберу тебя снаружи вокзала. Возле вокзала. В десять часов. I'll pick you up. Pick me up. Подбери меня. I'll pick you up. Окей. Pick up. Подбирать. Есть даже такая машина. Pick up. Number twelve. What time shall we set? Shall we? Это когда мы shall используем в вопросах. Как бы и когда мы там вопрос, предложение shall используем. So what time will нельзя сказать? Will we set? Мне кажется, will мне нельзя. Shall we идеально подходит. Как бы я спрашиваю. What time, в котором часу следует нам? What time shall we set off? Будет отправиться в путь. Set off. What time shall we set off for the airport tomorrow? Then they were, они were trying, пытались to get, добраться опять, глагол get, добраться, что еще означает, становиться кем-либо, чем-либо, там, меняться, вставать, доставать и так далее. They were trying to get, здесь добраться, куда добраться? But to Vienna направление, у Вену, and ended, ended up, всегда будет, and ended up, и в конечном итоге оказались, and ended up, up, in Bratislava, and ended up in Bratislava. So they were trying to get to Vienna, and ended up in Bratislava. Number fourteen. We are both very keen, at on, keen on, помешанные, очень сильно увлечены, cycling, cycling, ездой на велосипеде. For my journey to work, it's hard to choose from, between, with, the bus and the train. Когда у вас выбор между одним и вторым, то есть один, два, то вы выбираете между. Между будет between. Number fifteen. What do you spend most of your money? На что ты тратишь большинство своих денег? What do you spend most of your money on? So do you to spend money on? Тратить деньги на. What do you spend most of your money on? Number sixteen. My sister is really good at, with, after. So my sister is really good at, terrible at, excellent at. Запомните эти слова. Они похожие все. Хорош в математике, хорош в течении. Good at cycling, good at reading, good at math, good at swimming, bad at swimming, terrible at swimming и так далее. I am afraid. После afraid используется предлог of. Всегда I am afraid of flying. Я боюсь летать. So I am afraid of flying. Yeah, remember this. I am afraid of flying. Я боюсь летать. Let me pay. Позвольте мне заплатить. Pay for, pay out, pay up. Pay for dinner. Pay for something. So you use the preposition for when you have pay. Let me pay for dinner. Number nineteen. We arrived in, to, at. Здесь нужно помнить. Это для меня открытие когда-то было 10 лет тому назад. Даже не 10. 5, наверное, что после arrive мы не можем использовать to никак. Так, то есть я удивляюсь, как I have come to Frankfurt, but I arrived, и здесь я выбираю in, либо at. Если я приехал в сам город, я бы выбрал in Frankfurt. Но если я приехал в аэропорт Frankfurt, то я бы выбрал at. Я так сделаю. Выбор будет at. То есть arrive in, or arrive at. Arrive in, arrive at. Number twenty. Are you worried about, of, or for the interview tomorrow? Are you worried about the interview tomorrow? Ты беспокойся, кстати, на завтрашнего interview. Дальше у нас pronunciation. Which word has a different sound? Jeep. Check in. Watch. Здесь ч, здесь ч, а здесь дж. Watch rush station. Здесь rush station. А здесь watch, будет watch. Дальше. Catch, coach, crash. Здесь ч, здесь catch, coach, ч, ч. А последнее слово crash. Journey, bridge, adventure. Adventure. Вот как. The platform, the traffic, the underground. Помните, the не всегда читается как the. Если гласное стоит после the, звук гласный идет, то the считается как the underground. The underground. То есть запомните, это такое как детское правило. Number five. The end. The читается как the station. The hour. Hour на гласный звук начинается, поэтому будет the hour. И правильный ответ. The station. Потому что the station не читается здесь the, не как the, а как... Не как the, а как the именно. А в предыдущих вариантах читалось the and the hour. Which is the stressed syllable? Tick A, B, or C. Excited. Это стресс syllable. Motorway. Motorway. Это первый слог у нас под ударением. Motorway. Поэтому выбираем motorway. Underground. 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 So underground. We are going to choose this one. Underground. Apologies. 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 Sorry. Apologize. I apologize. Apologize. Вот так читается. Apologize. Apologize. Здесь будет второй слог под ударением. Next. Pedestrian. Not pedestrian. But pedestrian. 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 Это пешеходы. У них даже на светофорах написано там, где вы нажимаете кнопочку, чтобы машины остановились и дали вам возможность прийти. Возле кнопочки написано pedestrians. Or pedestrian. 10A. Generally. 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 Я одинаково прочитал. Здесь будет generally. Первый слог по ударению. Итак, друзья. Все. На сегодня все. Так быстро сделали тест. Если вам понравилось, подпишитесь, прокомментируйте что-то, напишите, какой формат вам лучше. И увидимся в новом видео, в следующем видео. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.